У Брасовского района богатая, насыщенная событиями история. В XI веке эти земли входили в состав Киевского государства, пережили татаро-монгольское нашествие. В 1356 году были присоединены к Литве, а к концу XIV века переданы в подданство Москве. Первые документальные сведения о селениях на территории района относятся к XV веку. Одной из интересных страниц истории края является наличие обширного Брасовского имения. Где-то 12 февраля 1741 года эти земли, Брасовский стан был пожалован за службу его в награждение, это строчки из документов, Степану Федоровичу Апраксину, правительницей России Анны Леопольдовны. Четыре поколения Апраксиных владели этим имением. На средство Степана Степановича Апраксина была построена церковь в честь святого Василия Великого. Сегодня это один из немногих сохранившихся усадебных храмов в стиле раннего классицизма. Это единственный такой сохранившийся пример усадебного храма, где даже сохранилась в интерьере закладная доска, где указан зодчий этого храма Александр Морозов. В 1882 году владельцами имения становится императорская семья Романовых. Сначала Георгий Александрович, а затем младший брат императора Николая II Михаил Александрович Романов. Он любил бывать в своем имении. Здесь он был по-настоящему счастлив с красавицей-женой Натальей Брасовой. Главная достопримечательность усадебного парка состоит в том, что архитектор ландшафтный дважды писал в его регулярную часть «Двухлавых орлов». Тем самым подчеркнул, что усадьба и имение принадлежат императорской семье. И сегодня на этом месте проходят праздники. И я считаю это правильно, потому что здесь, на этом месте, мы чувствуем связь времен. Конечно, когда стоишь на портере бывшего усадебного парка, ты ощущаешь эту связь времен. Ты понимаешь, что на этом месте проходила другая жизнь, были другие люди, другие берега великой и горькой исторической судьбы нашей России. Белую ночь словейно насвистывал, город молчал, и молчали дома. История усадьбы Брасовского имения закончилась в 1917 году и началась история поселка Локоть. Михаил Романов сыграл большую роль в развитии этого края. Великокняжеское хозяйство послужило основой экономического развития района. В память о князе на месте бывшего дворца в поселке Локоть установлен памятный знак. На месте, где в начале 20 века стояла деревянная часовня, возведен храм во имя святых новомучников и исповедников российских. Желание сохранить историческую память привело к тому, что 12 июня стал днем памяти великого князя Михаила Александровича. Региональный праздник под сенью Брасовских аллей проводится с 2013 года. Года 400-летия дома Романовых. В этот день сюда съезжаются сотни гостей из разных городов России. То ли птицы поют в небесах, то ли стрелки на вечных часах, изменили судьбу нераздая Михаил и Наталья. Михаил и Наталья. У нас историческое место, начиная с периода, когда, собственно говоря, начинался поселок Локоть, село Брасово. Период, наверное, войн, крестьянских войн. Затем период и оккупации, период строительства нашего района, целой страны в том числе. Ну, для нас, для всех, наверное, это горькая страница, период Великой Отечественной войны. Тысячи брасовцев мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной. Жители района гордятся своими земляками, героями Советского Союза, кавалерами орденов славы. В их честь в 1998 году открыта галерея героев. Один из монументов установлен в память Денису Туркову, помощнику командира саперного взвода 221-го гвардейского стрелкового полка 77-й Черниговской стрелковой дивизии. Под его командованием взводу удалось успешно форсировать реку Днепр и захватить линию обороны врага. Столько слез я пролила около этого памятника. Это не передать словами никому то, что ты чувствуешь, когда на тебя смотрит человек, который практически копия твоя, только это была другая эпоха, другие обстоятельства. И когда я понимаю то, что он сделал для людей и как он жил. Олеся Немченко часто бывает на Брасовской земле. Признается, что гордится подвигами своего прадедушки. Она видит, как бережно относится здесь к его памяти и признательна за это жителям и руководителям района. Брасовский район бережно хранит свою историю. В имении Михаила Романова были свои сыроварни, свои традиции. Славится сегодня и современный Брасовский сырзавод. В Брасовских сырах используется симбиоз заквасок, сохранившихся с романовских времен, которые придают свой неповторимый вкус. Внедряются и новые технологии, которые позволяют уже много лет заводу оставаться среди лидеров на российском рынке. С 2014 года была произведена реконструкция. Реконструкция основного производства. И после этой реконструкции начали увеличивать объемы, начали увеличивать ассортимент. У нас появляются новые покупатели, новые клиенты, которые закупают наш сыр. И сыр пользуется спросом не только в нашем регионе, а по всей практически России от Мурманска до Крыма и от Калининграда до Владивостока. Кроме традиционных сортов сыра, таких как российский, пашихонский, голландский, костромской, большой популярностью у покупателей пользуются сметанковый, гаудо-премиум, монастырский и другие. Ассортимент продукции постоянно расширяется, поэтому и гурманы, и любители традиционных продуктов всегда смогут подобрать для себя что-то новое. Визитной карточкой района является Локотской конный завод, у которого давняя и славная история. Первые конюшни появились здесь в середине 19 века. Разводили преимущественно орловских рысаков. Традиции Михаила Романова возрождаются. В настоящее время здесь выращивают высокопородных рысаков международного класса. Стало доброй традицией проведения в сентябре масштабного конно-спортивного праздника на Кубок губернатора Брянской области и чемпионата заводских наездников. Праздник приобрел статус международного спортивного турнира, на который съезжаются лучшие спортсмены. Трюки почему-то мне никогда не было их страшно делать. Это у меня верный товарищ, я им полностью доверяю и знаю, что он не подведет. Если что-то случается, были, конечно, случаи, когда я падала, и Аполлон, он тут же останавливается. Славится Брасовский район и своими достижениями в области сельского хозяйства. Сельхозник – один из крупнейших производителей озимой пшеницы в районе. Урожайность зерновых достигает свыше 50 центнеров с гектара. Также здесь выращивают подсолнечник, лен и рапс. В хозяйстве успешно внедряются почвы и энергосберегающие технологии. Гордость района – Брасовский промышленно-экономический техникум. Молодежь здесь обучается по специальностям бухгалтер, землеустроитель, правовед, социальный работник. Наше учебное заведение, одно из старейших в Брянской области, образовалось 30 мая 1923 года на базе сельскохозяйственной школой имени Розы Эльксембург. И на протяжении этого периода времени было много различных изменений. И в 2011 году мы стали филиалом Брянского государственного аграрного университета. И наше название сейчас – Брянский, Брасовский, прошу извинения. Значение этого учебного заведения в жизни Брасовского района огромное. Его выпускники работают на сельскохозяйственных предприятиях и в перерабатывающей промышленности области. Большинство студентов продолжают обучение в Брянском государственном аграрном университете. Развитию спорта в районе уделяется большое внимание. В 2016 году благодаря государственно-коммерческому партнерству на территории Брасовского района создан спортивный клуб по кикбоксингу «Белые волки». По инициативе клуба проводится открытый межрегиональный турнир по кикбоксингу на Кубок Белых волков. В турнире принимают участие спортсмены из многих регионов России и Белоруссии. В поселке Комунна Пчела на возвышенном берегу озера расположен один из интереснейших монастырских комплексов на Брянщине – Казанская Богородицкая Площанская Мужская Пустынь. Согласно преданиям, монастырь существовал еще в XVI веке, но в смутное время, в начале XVII века, полностью разорен. Рассвет пустынь получила в XVIII-XIX веках. Знаменитая святыня монастыря, чудотворная икона Казанской Божьей Матери, была подарена царем Михаилом Федоровичем и патриархом Филаретом. К началу XX века пустынь считалась одной из самых благоустроенных обителей России. В настоящее время в обитель приезжают до полутысячи паломников не только из Брянской области, но и из других регионов России. Неповторима природа Брасовского района. В живописном месте, где были земли Большого поместья великого князя Михаила Романова, расположена база экотуризма, которая носит название «Царицына Слободка». Отдых в этом месте максимально близок к живой природе. Этому способствует и первоклассная рыбалка, и тихая располагающая атмосфера. Мы стали старинные, бывшие владения семьи Романовых. Не хотелось здесь развивать никаких развлекательных, строить и развивать направление по развлечениям, развлекательный какой-то бизнес, базы отдыха или какие-то еще там такого плана мероприятия. Поэтому был сделан упор на развитие экологического туризма. То есть это место само по себе, оно не любит шум. Красоту этих мест сложно передать словами и через объектив видеокамеры. Атмосферу царских земель Брасовского района можно только почувствовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин